Всем привет! С вами Нильфгорн, это средневековый инженер, и сегодня мы будем смотреть постройку под названием Драхоний лагерь. Ну, лагерь, наверное, это скромно сказано, потому что это целый такой прям форт в скале, то есть на горе он находится, и выглядит уже довольно-таки интересно, потому что здесь очень много всяческих мелких деталей, которые радуют глаз, на мой взгляд. Потому что все равно, когда строили на горах, вот, то есть, ну, понятно, что вот никакая катапульта или баллиста или требушет не могли закинуть на такую высоту камни, поэтому декоративно больше строили, чем, как бы, красиво. Туда же, я смотрю, два маленьких домика есть внизу, два отшельника живут, или не знаю, что здесь, отшельник с своей подругой. Притом хорошие такие домики, я смотрю, сделанные из избы, ну, как бы, из, как будто бы, из, что такое, зайти не могу, оп, оп, как будто бы, из бревен. Очень классно сделаны домики, прям такие, смотрите, вообще классный домик сделан. Ммм, тут и, как бы, и камин, как будто бы, ну, а там что? Бревно. То есть, подобный, по-моему, домик, ну, вот, проблемы из того, что здесь вот такие вот блоки стоят, проблема, что зайти нельзя. Меня просили побольше разрушений делать, я не спорю, конечно. Разрушения, может быть, и нужны. В каком количестве тоже, я пока что не знаю. Но разрушать мы будем. Так, во-первых, давайте включим... Вот. Панель выведем, откроем себе снаряды. Так, ну, давайте большой и такой, и маленький, то есть, снаряд. И уберем. И понеслась. Ну, конечно, да, деревянный и большой, тем более, снаряд. Тут, конечно, даже слов нету, чтобы быстро разрушиться. Ну-ка, маленький. Классно рассыпается, конечно. Я... Вот. Жалко, нету звука. По-любому же, звук должен такой сильный быть, когда булыжник, ну, вот этот круглый шар каменный, врезается в дерево. Хруст дерева такой должен быть там просто, не знаю, вопли какие-нибудь там, страдания дерева, еще что-нибудь. Ну-ка, посмотрим большим камнем. Ну, вот это вот немножко, видите, недоработано. То есть, в первую очередь, камень дотронулся, как бы, до крыши и снес большую часть крыши. Но вот внутреннюю часть он не затронул. Это вот... Такое чувство... Ну, мне так кажется, как будто это немножко недоработка, что ли. Камни разлетаются, конечно. Ладно. Все, камни. Так, вот мне интересно, честно говоря, я облетел вот этот замок, драконний... Драконний лагерь, облетел и не нашел в него вход. Но... Вся фишка, может быть, подразумевается в том, что... Это, как бы, очень классно смотрится. Очень классно. Я прям, таких слов нету. Прям, смотрите, прям... Очень гармонично, прям... Ну, скорее всего, я предполагаю, что создателям было задумано, что это, как бы, туда на драконах прилетают. В этом суть, наверное. Очень все классно смотрится. В том плане, что вот прям гармонично прям в скалу вписывается. Притом, я смотрю, там и пещерки, и проходы всяческие. Это интересно. Но дороги никакой я не вижу. То есть... Предположим, что либо какой-то тоннель есть, который выходит где-нибудь... Что все равно я не вижу дороги к нему. Мы попытаемся найти... Найти его. Либо, скорее всего, все... Все сюда приносилось на дракона. Давайте вот с нижней части начнем. И вот как раз вот здесь вот... А, нет! Есть вход, значит, где-то. И, похоже, он где-то там. Ну-ка. Попробуем... Попробуем найти выход. Туннель такой большой. А, вот! Я просто как-то не заметил. Ого-го! А, я просто... А, вот! Смотрите, я от этих двух зданий в другую сторону совершенно смотрел. И не посмотрел в другую... Ну, в противоположную сторону. Ну, что ж. Вот так вот начало этого... Драконьего лагеря. Ну, куда ты, куда ты? Здесь даже какой-то, наверное, знаки, может быть. Какие-нибудь надписи бывают. Типа там... Если тебя не звали, то разворачивайся и иди отсюда. Ну, я представляю, как сложно здесь было что-нибудь... Поднять-то ладно, поднять как бы несложно. А вот скатить... Представляете, телегу, да? Какую-нибудь там, если даже на веревках ее как-нибудь спускали, все равно, если что-нибудь лопалось, то... Или рвалось-то там все. Умирали, наверное, просто люди, товары. Так, здесь, наверное, сторожка какая-нибудь. Ну и дальше. Помещение. Очень интересно сделано. Симпатично, по крайней мере. Ух ты, вот это вот классно. То есть, какое-то первое защитное сооружение, что ли. Может быть, этот мост как-нибудь можно было обрушить, чтобы враги не прорвались. Классно сделано. Очень, очень классно сделано. Мне нравится. Так, как бы это правильно-то сказать. Не гармонично, а как-то прям понятно. Ох ты, ешкин кот. Тут еще круче. Тут, по-моему, типа подъемного моста что-то. Ну, какой-то механизм подъемный точно есть, то есть... Да, точно. Вы смотрите-ка. Ух. И какие, смотрите, какие ворота шикарнейшие просто. Просто офигенско смотрится это. Это просто смотрится офигенско. Ребятки, это... Это шикарно, конечно. Вот это вот я понимаю. Вот это постройка. Так, у нас здесь... Куда? Так, выходы, похоже. Выходы. В стороны. Так, я смотрю, ночь настоять. Давайте вернем какой-нибудь день, уберем. Так, здесь тоже какая-то сторожка. Так. Хорошо. Как вот на верхнюю часть, то есть как управлять этим мостом, интересно. Давайте попытаемся найти. Вот сюда вот куда-нибудь. Так. Так. Это уже мы вышли наверх. Здесь... Вот, понятно все. Ну-ка. Поднять мост. Очень, очень и очень крутотецко и очень классно. Потому что это очень интересная идея. На мой взгляд, просто шикарная идея. Смотрите, просто вообще классно. То есть, тем самым, как бы, защита произведена. Просто, ну... Молодец, человек. Идея просто шикарная. Это вот... Блин. Ха! Слов у меня даже... Вот каких-то уже нету. Не хватает. Так, ладно. Давайте по низу немножечко пройдемся. Все-таки, как бы, что вот здесь какие-то залы. То есть, ну, возможно, здесь какие-нибудь временные товары складывались. Потому что... Ох ты, еще ворота какие, смотрите. Да еще и с задвижкой. Офигенско! Смотрите, че. Так, если я не ошибаюсь, то вот здесь вот эта вот рука, это перенос предметов. На троечку. Я, конечно, могу ошибаться. Вполне. Упс. Так, вот оттащили. По-моему, я что-то сломал. Да. Я случайно сломал пол. Ладно, извиняюсь. Но, по-моему, вот эта рука... А, нет. И бревна тоже можно таскать. Вот так вот мы типа приподнимаем. А-а-а. Задвижки только с другой стороны нужно. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас мы это все сделаем. Ох ты. Вот это, это идея. Вот это мне очень нравится, как это все выглядит. И открываем ворота. Ну, тут вот, видите, немножечко даже... А-а-а. Да тут не все так просто. Тут прям... Специальные механизмы сделаны, чтобы ворота не открывались в другую сторону. Блин. Сделаны очень качественно, очень продуманно. То есть, вот эти опоры, они не дают в ту сторону воротам открываться. А дальше, ну, там вот не дают вот эти вот. Нет. Хотя, больше наверху не дает, вроде бы. Но это немножечко маленькие такие недоработки. Ну, то есть, вот здесь вот. Здесь просто, наверное, скорее всего нужно было опустить. Поменьше сделать высоту. Это ерунда, потому что ворота просто охрененские, я бы даже сказал. Так, ладно, куда-то подъем... Ну, куда-то наверх. Все сделано просто... Ох, нифига. Да тут... Ребятки, я уже... Не то, что заблудился. Тут прям... Вот это я люблю. Очень люблю, когда вот так вот... Множество всяких проходов, множество всяческих постройок. Потому что... Замки же строили... Ну, как сказать, были всегда определенные неудобства. В том плане, что... Ну, возможность, размеры... И строили компактно все. То есть... Понятно, такие залы большие нужны были. То есть, здесь реально можно было бы разместить какие-нибудь товары временно, пока их там просматривали. Еще что-нибудь в этом роде. Все выглядит очень отлично. Выглядит просто вот... Шикарно, на мой взгляд. То есть, балкончик даже есть. Смотрите, наверху. Это одна часть только замка. То есть... Вот с этих ворот как бы мы зашли. То есть, здесь реально прям перевалочный пункт для товаров. А здесь закрыто, чтобы... Ну, как бы... Лишние туда не проходили, грубо говоря. Так. Ну, в общем, мы в главном... Так сказать... В центральной части замка. Здесь даже вот... Есть такой каменный дракон. Окаменелость дракона, будем считать. Которому поклоняются, похоже. Так. Ну что ж. Где-то где я потерял? Вот отсюда мы вышли. Давайте вот сюда вот пойдем. Тут ничего нету. Не знаю. Может там временно ставили лошадей. Хотя нет. Вот здесь вот лошадей вполне могли ставить. Дальше здесь проходили. Склад. Склад, смотрите, очень классно сделано. То есть, просто не то, что даже классно сделано, а именно продумано, что есть склад. Вот есть склад для каких-то бочек, вина, или там, может быть, еще каких-то временных предметов. Ну, давайте вот сюда вот еще заглянем. Так. Здесь уже повыше куда-то мы начинаем забираться. То есть, здесь у нас вот... А, это стена. Это край стены. Господи, даже вот сюда вот как-то может... А, там, понятно, со двора прям. Так, отлично. То есть... И даже туда мы можем пройти. А, все понятно. То есть, мы вышли вот в этот... В это помещение, где... Отлично сделано. Мне очень нравится. В том плане, что... Здесь вот именно продуманы всяческие проходы. Мне это всегда нравилось в... Такого рода постройках. А уж... Тем более, когда это реализовано, очень интересно. То есть, мы пройдем пока что по стенам. Вот в башню какую-то попадаем. И здесь уже что-то такое серьезное. Такое серьезное помещение. Стены отлично. Ну, вот факелы только мешают пройти. Немножечко. Ну, тоже такой, конечно... Если бы были уверены здесь витражи или стекла, или что-то в этом роде, здесь можно было бы, конечно, поставить витражи, может, с дверями какие-нибудь. Но вот так как дверей нету и витражей никаких нет, то будем предполагать, что здесь именно это и должно стоять. Потому что иначе бы эту башню продувало просто безумно. И здесь было бы вечно холодно. То есть, какая-то кровать, я смотрю, спальня. Ну, это явно башня непростого человека. Возможно, какого-нибудь властителя этих земель. Так, вот давайте в ту сторону сходим. Вот здесь вот наверх я не поднимался. Здесь его личные кабинеты, может быть. Или башня мага какая-нибудь. Классно сделано, ребятки. Очень классно. Мне очень нравится. Все так гармонично, как-то все понятно. И все... И все как будто бы на своем месте. Вот, правильное слово. Так, ладно, вот отсюда... То есть, вот из этих главных залов вышли вот сюда вот. Тоже здесь, может, охранники какие-нибудь, стражи стоит, наблюдатели. Там, смотрите, очень симпатично сделано. Даже здесь есть... Ха-ха! Классно, решетки. Мне очень нравится, как это все сделано. То есть, сделано очень симпатично, ребятки. Продумано, а самое главное, все доделано. Все как-то... Так, вот в эту башню мы еще не попали. И здесь вот, давайте пройдемся в нижней части. Здесь прям какие-то бараки, что ли. Очень много проходов и очень много комнат. Я заблудился, все. Я... Так. Вот здесь мы вышли, здесь внизу были. Так. Господи. Вот в этой часть мы побывали. Вот в этом доме тоже побывали. Грубо говоря, сейчас вот заходили. Вот. То есть, здесь всяческие... Уже стена начинается и всяческие постройки. Здесь опять выход наверх. То есть, можно посмотреть сверху вниз. Вот проход, давайте заглянем в него. Туннель вниз куда-то. Офигеть! Офигеть! Просто в какие-то катакомбы пришел. Так. И куда я сейчас выйду? Оп! Ага! Вот как оно все, оказывается, обернулось-то. Забавно. То есть, снизу можно так обезжать все и выйти сюда. Ладно, хорошо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас... Ага, вот так вот. Сквозной... Сквозной переход. И вот в этой башне я последней не был. То есть, мы оттуда... Так, а здесь у нас... Ой. Ой, какое-то странное помещение. То есть, здесь прям... Хм. Странно. Здесь так пустотело как-то получается. Так, давайте. Взлетим немножечко. Так, и наверх, значит. Проходы. Так. На верхнюю башню проход. Ну-ка, дракону. Ну-ка, дракончика мы уже посмотрели. Своеобразного такого. Я уж не знаю, как... Вам решать. Похож он ли был? Ну, нет. Похож численно. Ну, правда. Будем считать, что он реально окаменелый. Так. И здесь такое... Небольшое здание, в принципе. Простой тоже кто-то. Явно кто-то непростой же будет здесь жить. Потому что все-таки оно отдельное от других. Так. И здесь дальше. Наверх, на башню, скорее всего. А здесь прям такой... И пинок такой. Пшел он. Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Так. А-а-а-а. Хе-хе. И всё, мы посмотрели вроде бы. Хотя вот... Здесь я был. Может быть, я как-то мимо пробежал, скорее всего, мимо лестницы. Возможно. А возможно и нет. Хм. Ха, тут нет, я здесь не был. А, я пропустил эту башку, да. Немножечко я здесь вот где-то вышел, по-моему. Да, я вот как-то тут... Такой... Ну, маленькая такая недоделка. Это ладно. Очень симпатичный замок. Мне прям очень нравится. Ну, лагерь. Драконий лагерь он назван. Человек, конечно, очень серьёзно продумал. Ссылочку на эту постройку вы сможете найти под видео. Ммм. Вон тут даже, как ещё оказывается, решётки-то выведены. Не всё так просто. Как... Игра престолов. В фильме Игра престолов было такое. Темница, которая выходила на скалу. Мне подсказали. Ну, а теперь, в принципе... То, что многие просят побольше... Разрушений. Эх, жалко, звуков нету. Именно звуков вот этого разрушения. То есть, удара камня, камень, грохот булыжников, обрушения. Вот это... Чего-нибудь такого. Было бы очень симпатично. Бабах. Я сразу стреляю большими камнями, чтобы нанести как можно больше урона. Но, заметьте, что довольно-таки это... Серьёзный нагруз, конечно, на игру. И, понятное дело, при таком условии не будет реализовано это в мультиплеере или как-то так. Потому что иначе всё будет просто безбожно лагать. Вот, чтобы прогрузилось. Как видите, вот довольно-таки долго нужно, чтобы прогрузилось. Тянет так. Ай-яй-яй. Бабах. Конечно. Вторым, ну, более мелким... Более мелким камнем, конечно, наверное, будет быстрее прогружаться. Хотя, так же я вон смотрю... Ох, тут прям чувствуется, что-то так подкоробило. Бабах. Блин, тут три камня хватило, чтобы разбить, можно сказать, уже просто вот. Прям в усмерть. Давайте попробуем зенитным огнём покрыть всё это. Всё. В первый камень дошёл. Началось под... А, я даже недолёт делаю немножечко. Я думал-то я закидываю их. Я такой... Я-то думал, я их закидываю в... Смотрите, мало долетает камней. Эх, швыряем подальше. Эх, эх. Ну вот видно, что тяжёлые камни, они не долетают, как бы, слишком далеко. Ну вот, я смотрю, стен-то я задел. Бабах. Ну, разрушений я, наверное, конечно, много приношу. Давайте полегче сейчас возьмём камень. Может быть, всё-таки это... Лететь-то они начнут дальше. Вот этот камушек полегче возьмём. Попал. Ну да, конечно, он сразу летит дальше. То есть... К земле его меньше тянет. Давайте попробуем обрушить. Вот так обстрелять прямо отсюда. Всю эту стену настолько, чтобы обрушить. Получится, интересно. Нет, скорее всего, нет. Не будет очень... Там просто надо будет разрушить столько всяческого. Ну всё, я большой камень взял и прям... Вообще разрушения огроменные. Блин, реально, это же ещё не кажется компьютер позволит так вот... Погружать настолько все эти разрушения. Смотрите, у меня прям вот... Прям видно, что под влаги. Но там столько просто камней валится прямо. Вот смотрите. ФПС прям... Компьютер... Останавливается. Вот, вроде прогрузил. Ой-ой-ой, нет, ещё не прогрузил. Так. Давайте день сделаем. Жестоко. Жестоко. Вообще жестоко. Просто невероятно жестоко башенку. Давайте её попытаемся обрушить. Ну, сами вы много наблюдали, что все такие постройки, которые... Особенно башни, они часто зависают в воздухе. То есть, понятно, некоторые моменты просто не учитываются. Либо не прогружаются, либо не желают прогружаться. Я не знаю, честно, причину, почему он не обрушается. Прям поток камней. Вообще жуть. Жуть, жуть. Нет. Так, разрушение здесь интересное. Но мне кажется, каждому будет интересно разрушить. Если захочется разрушить эту постройку. То каждому лично, ну, мне так кажется, потому что всё-таки каждому интересно нам что-то обрушить по-своему. Прям, по-моему, башня рушится. Такое чувство. Потому что какие-то куски непонятные уже отлетают от башни, от самой. Всё прогрузилось. Конечно, да. Здесь просто вот... Башня, смотрите, что-то она прям трещит по швам, такое чувство. Очень, конечно, всё симпатично смотрится и просто прям офигенско. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ой, наверное, я это зря сделал. Ставьте лайки, 50 лайков и будет следующая серия. То есть мы посмотрим ещё какую-нибудь постройку, возможно, механизм. Ну, то, что мне понравится или то, что я посчитаю интересным, симпатичным. По крайней мере, хорошо сделано. Потому что, ну, постройок очень много. Но не все они воодушевляют, не все они выдают эмоции. То есть, смотришь, ну, как-то так. Ну, так вот, да, там, замок, да, башенка. То есть, как-то так и всё там. Даже они, многие, не стараются внутри делать какой-то антураж или что-то. Как-то добавлять какие-то кровати, стулья, проходы. То есть, просто стены и всё. Заходишь внутрь и там ничего нет. Вот просто вот стены, которые видны снаружи. То есть, это как-то, ну, на мой взгляд, неинтересно. Так что, с вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. 50 лайков и новая серия. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok